После этой школы шведская система очень легко. Мой старший ребенок на сегодняшний день тоже проходит обещание на экономическом комплекте Томского государственного университета. Работаю в университете города Сиракузы. Для меня те эмоции, которые я получала там, тогда, в тот момент, они во мне. Очень-очень рад, что я являюсь выпускником. Пуденчество – это лучшие годы в жизни каждого, на мой взгляд. 30 сентября 2013 года в Томске появилась новая компания Zoom TV. Ее основателем стал Михаил Бакланов. Со своей командой они разработали приложение, которое помогает зрителю выбрать интересные программы для просмотра. Вместе с командой он выпустил приложение для телевидения, которое подбирает интересные программы для зрителя. Меньше, чем через месяц приложение выстрелило. Как найти идею про рывного продукта и как стать тем, кому она придет в голову? Михаил родился в Усть-Каменогорске. С детства интересовался языками и IT. Даже занял третье место в областной олимпиаде по программированию. Но вступительное испытание Михаил прошел не так удачно. Поэтому вместо Питера приехал поступать в Томск. Здесь олимпиаду зачли как региональную. И поэтому Михаил смог поступить на бюджет. Приемная комиссия посмотрела ту мою олимпиаду, которую я писал. Чтобы за нее ни баллы не могли поменять. И сказать, что действительно, кажется, написана она была чуть лучше, чем оценена. Когда ты от руки пишешь программу, то очень легко какие-то штуки не выпустить. Скажем так. И проверяющему тоже. Тем более, когда у тебя череда этих. В общем, мне просто дали 95 баллов за мое призовое место на областной олимпиаде. То есть мы оценили как призывая региональную олимпиаду. Факалитет информатики Миша восхитил. Новая система, умные одногруппники. К тому же вместо сессии контрольные недели каждый месяц. К тому же поражало отношение преподавателей к студентам. Отношения между преподавателем и студентом не субордно-эмоционные, а больше как между коллегами. Можно спорить с преподавателем. Ну и, короче, абсолютно такая товарищеская, я бы сказал, обстановка, которая очень сильно влияла на комфорт от учебы, на возможности к тому, чтобы что-то спросить. У нас очень много отсеивалось людей на первом курсе. Я понимал, что если я не потрачу, поскольку у меня не было такой базы, как у других чуваков, я не мог. То есть у меня чуть ли не зазубривать приходилось некоторые вещи. Я понимал, что если я не потрачу 20 часов времени, то я даже на тройку раз. И это было очень больно, то есть ты просто садишься и умираешь. Учеба давалась непросто. К контрольным неделям приходилось готовиться по 20 часов в день. При этом Михаил успевал посещать лекции других факультетов и вести активную жизнь в правкоме. После первого курса я попал в летнюю школу института кураторов, где со мной произошла, наверное, основная трансформация с точки зрения того, чего я хотел от университетской жизни. Меня очень затянула вся вот эта движуха, которая была связана и с профсоюзом студентов, и институтом кураторов. Как достаточно было. Почитали мощные истории. Например, появилось огромное количество друзей в университете. Это просто из, типа, с пяти до сорока. Михаил мечтал путешествовать, но с пользой. И на втором курсе попал в программу SAIF, где команды со всего мира воплощают социальные проекты. Три года подряд его команда становилась чемпионом России. И мы вместе с командой SAIF, тогда еще потом Меркос, три года, которые я был, мы три года подряд становились чемпионами России. А это означало, что мы как чемпионы России имели право представлять Россию на мире. И тогда вот, получается, на втором курсе я попал туда, да. Осенью третьего курса я впервые попал за рубеж. Мы поехали впервые на мировой кубок, там представляли Россию. И затем, как же мы ездили в Лос-Анджелес и в Куалу-Унку. Когда-то на первом курсе, вот, может быть, как раз летом, после первого курса, когда я формулировал для себя, чего бы я хотел, в ближайшие, не знаю, пять лет, я это формулировал так, что я бы очень хотел много путешествовать, но не как турист, а чтобы у меня там были какие-то делишки. Вот так я все это представлял. Да, короче, и просто, и она вот так вот, в такой форме и реализовалась, и это было очень прикольно. В целом мы ручку выбрали к премию к услугам, и кайфовали к этих выступлениям, то есть было круто. Именно вот за рубежами, я не могу сказать, что... Наверное, вот, следующий, в Берлин просто был очень короткой поездки, нас очень сильно поддерживал университет, он там вкладывал какие-то безумные деньги, то, чтобы команда могла поехать, ну, то же самое. Если в Берлин у нас ехало там 10 человек, грубо говоря, то мы после Берлина, у нас там появилось новое видение, как строить команду, мы разрослись до 100 человек, и поехало в Лос-Анджелес каждые 100 человек, и университет все это оплачивал, то есть понимал, почему это важно для... мы делали действительно крутые большие вещи. В Лос-Анджелесе было уже совсем другой кейс, потому что у нас туда поехали на дождь, университет подали безумных учреждений, у нас был такой, типа, знаешь, мотельного типа отель, но с бассейном. Мы там целыми днями готовились, а перед конкурсом там было тоже... некоторые покапаны, у нас не было готово презентации, мы делали, доделывали эту презентацию. В перерывах, с разбега, прыгали в бассейн, ну, короче, круто проводили время, потом после конкурса мы там ездили в универсал студии, ну, короче, очень-очень крутое время. Была большая история, ну, там крутой опыт получили, и для меня это, конечно, стало таким мощным толчком еще в сторону... движения в сторону предпринимательства, потому что это дает такой достаточно важный опыт, когда ты делаешь что-то для открытого рынка. Предпринимательство Михаила захватило, так что в 2011 году он устроился в компании Zoom Group. В 2013 он выпустил свое приложение Zoom TV. Уже спустя месяц приложение установили 100 тысяч раз. Результат произошел с самой смелой ожидания. Оказалось, что мы уже 5 дней как в маркете, и я когда увидел эти цифры, мне казалось, значит, я уже мысленно сел на яхту, надел белую струбу и куда-то поплыл. Мне казалось, что все, типа, поперло полуэторические структуру. Это очень прикольная эмоция. Как ты понимаешь, что ты что-то делал очень долго, очень долго этого ждал, и вдруг оно сработало. И люди этим пользуются, им нравится. Мы там зашли там кучу воздуха, там просто шквал, до Нового года у нас было больше ста тысяч установок. Чтобы ты понимал. Это было абсолютно немыслимо. Во многом именно университет помог Михаилу сформироваться как личности, исследователю и предпринимателю. За это Михаил и благодарен Томскому государственному университету. Я, мне кажется, достаточно глубоко понял отличие университета, именно ТГУ, от многих других учебных заведений. То есть я благодаря этому общению и пониманию, потому что слова не расходились с делами, я понял, что делает именно ТГУ достаточно особенный. Считается, что классический университет, то есть там есть некая реклассификация вузов, и считается, что классический университет, и его основная задача – это воспитание личности. Мне кажется, что у ТГУ в моем случае это удалось. То есть я очень большой трансформационный путь прошел именно через те сервисы, через то образование, ну не просто для этого образования, или профессиональный подготовка, у него такая большая широкая задача. Мне кажется, что пройдя через разные возможности, которые были в университете, очень сильно поменялся как человек, как личность.